Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья и сегодня покажу вам самые глупые и нелогичные вещи в пабге, и думаю большинство из них вы даже не видели. Так что видео будет очень интересно, берите чаек, бутеры и погнали смотреть. Ну и разумеется поставьте лайк, куда же без него. И еще пожалуйста напишите комментарий, просто любой типа такого. Буду вам очень признателен. Ну а сейчас как обычно спонсор и мы сразу начинаем. И начнем мы с самого неожиданного. Я думаю все вы юзали обычные бинты, но подробно их не разглядывали, а вот зря. Там есть целых две грамматические ошибки. Первая ошибка в слове emergency, там написано emagrancy, что как бы совсем глупая детская ошибка. Особенно учитывая, что разработчики это американцы, это их родной язык. А вторая ошибка в слове bleeding out, там написано bleeding out. В общем какие-то глупые странные ошибки. Не знаю специальные они или же нет, но тем не менее они есть. Такие вот дела, идем дальше. Следующую недоработку скорее всего тоже не замечали. Берем пистолет и выстреливаем все патроны. Все, пистолет полностью пустой, вот написано 0. Но как бы не так, разбегаемся и смотрим вниз. И что здесь у нас? Правильно еще один патрон. Откуда он там? Непонятно, вот же 0 написано, а при этом вот он есть в пистолете. Снова глупая ошибка разработчиков. Кстати работает на всех пистолетах. Следующая ошибка это странные декорации. В игре есть такой вот тип домов, где на крыльце лежит куча дров. И как бы ни я, ни вы даже не задумывались, а зачем они здесь? Топить печку, камин или что? В доме даже нет дымохода, не говоря уже про печки или камины. Так что такая странная логика. Дрова есть, порубленные, все нормально, но зачем они, непонятно. И да, еще есть вот такой вот дом. Тоже куча дров, но в доме ни печки, ни камина, ни дымохода, ничего. Такая вот логика пабга, бессмысленная и беспощадная. Идем дальше. Далее у нас лампа по недоработке разработчиков. Находится данная недоработка в таком вот доме. Забегаем на второй этаж и с виду как бы ничего необычного. Лежит лампа, светит к себе, ну и ладно, но присмотримся внимательнее. Тут у лампы лежит оголенный провод, ну и возникает вопрос, от чего лампа питается? Думаю это останется вечной загадкой. Такая вот снова маленькая нелепая ошибка разработчиков. Идем дальше. Следующая ошибка находится под водой. Дело в том, что все персы в игре просто летают. Да, они все просто не касаются земли, а летают в воздухе, ну или же в воде. Конечно это мелочь, но камон, может нам было бы и постараться. Но тем не менее, мы имеем то, что имеем. Идем дальше. Следующее это мое самое любимое. Как вы наверное знаете, карта Ирангель это Советский Союз. Причем то ли Россия, то ли Украина, но это не суть важна. А важно вот что. Обращали ли вы внимание на розетки? Да, на обычные розетки в пабге. Они здесь американские. Хотя в СССР, как и сейчас в России, использовались такие европейские розетки. Те самые, что есть у вас дома. Но так как разработчики американцы, видимо они про это не знали и всунули свои розетки. Такая вот серьезная недоработка. Едем дальше. Далее у нас багованная разметка. Как вы знаете, по всей карте есть заброшенные сгоревшие машины. Они просто стоят на обочине, как обычная декорация. И вот в некоторых местах асфальт залезает прямо на машину. И получается такое вот непонятно что. Конечно опять же это мелочь. Но мы здесь до мелочей докапываемся. Идем дальше. Так же багованными оказались и граффити. Если граффити находится на ровной вертикальной поверхности, то она будет красить ваши вещи. Просто бросаете вещь на граффити и все, она автоматом красится. Но если ее надеть, то она будет просто обычной. Такие вот недоработанные граффити. Идем дальше. Ну и напоследок такой вот странный забор. Кажется будто под ним можно пролезть. Ложимся, ползем, но нет нифига. Тут невидимая стена и под ним вы не пролезете. Хотя очевидно это более чем возможно. Но это суровая и жестокая логика пабга. Так что по данным запорам вы не пролезете. Что ж, а на этом у меня все. Так вот небольшой, надеюсь интересный выпуск. По крайней мере вроде было познавательно. Теперь можете хвастаться перед друзьями. Типа йо, я знаю одну очень нелогичную штуку, смотри. Ну и все в таком духе. Что ж, не забудьте про лайк, комментарий, подписку разумеется. И кидайте данное видео друзьям. А также нажимайте колокольчик, за него вам вообще отдельный респект. Ну и еще если вам этого мало, то смотрите прошлые видео. Они тоже очень классные и интересные. А с вами как обычно был я Илья и Кейсеникс. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok